Пострадавшие в боях ветераны Второй мировой войны были первыми, кто устроил гонки на инвалидных креслах. Но это были простые модели из стали. Сегодня гонки на инвалидных креслах стали популярным спортом на аэродинамических моделях. У этих моделей удлинённые рамы и три колеса вместо четырёх. Это современное кресло сделано под заказ с учётом физических качеств атлета, характера увечья и уровня мастерства. Сначала делается подробное измерение спортсменки, которая сидит в демонстрационном кресле. Измеряют длину и высоту её коленей, чтобы определить лучшее положение сидя. Проверяется баланс, чтобы выбрать ширину оси, на которой будут стоять колёса. И руки, чтобы выбрать размер ободов. Затем создаётся цифровая схема гоночного кресла с учётом пожеланий спортсменки. Производитель выбирает подходящие алюминиевые трубки и нарезает их кусками нужной длины. Это будет главная трубка рамы гоночного кресла. Затем трубку слегка изгибают с одного конца, чтобы рама подходила к сидению. После этого трубку слегка сжимают. Это придаёт металлу крепость и делает гоночное кресло более обтекаемым. Эта маленькая трубка, которую приваривают к основной, будет держать рулевую вилку. Теперь мастер устанавливает рулевой механизм переднего колеса на раму. И до сварки убеждается, что оно расположено правильно. Это устройство будет держать переднее колесо на автопилоте, освобождая руки для толкания колёс. Теперь сварщик устанавливает другой конец главной трубки перпендикулярно оси. Он сдвигает трубку по оси, пока она не оказывается точно в центре. И приваривает ось к главной трубке, получая раму в форме буквы «Т». Временные колёса поднимают ось, чтобы он смог установить сидение. Затем гидравлический пресс сгибает другую алюминиевую трубку, которая станет рамой для сидения. Мастер устанавливает раму для сидения на ось и снова приваривает. И, наконец, ставит обуды на колёса. Рама гоночного кресла готова. Но чтобы сделать её яркой, её красят в красный цвет. А вот покрытие. Термопластиковая краска, которая гораздо крепче обычной. Затем эта машина сгибает толкательные колёса, при помощи которых спортсмен приводит кресло в движение. Их сваривают для прикрепления к основным колёсам и приклеивают на каждый резиновый рукав. Когда клей высыхает, колёса обматываются изолентой, которая остаётся на них до доставки к заказчику. Колёса устанавливаются под углом, чтобы сделать кресло более устойчивым на поворотах. На кресло помещается подушка для коленей спортсмена, а затем устанавливается нейлоновое сидение. Затем приходит очередь переднего колеса и руля. Устройство дополняется подпружиненным цилиндром, который входит в систему автопилота. После проверки рулевого управления устанавливается переднее колесо, которое меньше запих. После установки тормозов это гоночное кресло готово принять участие в соревнованиях. Колёса бывают очень разными. Некоторые спортсмены заказывают колёса из лёгкого углеродного волокна. Тут рады любому новшеству, способному подтолкнуть к победе.